Это очень много значит. В древнем был даже такой, как бы, афоризм. Скажи, чем питаешься ты, я скажу, кто ты. У нас тут он решил, не ешь, ну и не ешь. В условии одно, что не считай, это за грех. Я не пью вино, но если по уставу положено, было бы, но нас вообще никак нет. Не считай, это за грех. Надо быть, научиться свободой пользоваться, и о ней говорить другим. Крошку опрокидывать не надо, выпить только, да. Свобода, вкратце, как ее правильно понимать? Ну, как правильно понимать, осмотря что ты имеешь в виду, вседозволенность, это не свобода, а рабство и греху. Не просто так вот, а. Я понимаю, свобода во Христе, как он сказал, подражайте мне, как я Христу. Вот дети, здесь свобода. Мне выдаётся возможность спать 24 часа. И 4 часа, и 2 часа, и сейчас, как Арсений Великий говорил. Выбери, чтобы не никак. Вот у нас на питание уходит, допустим, так, скажем, по 200-300 рублей, а на самом деле, если дети, это 7,5 тысяч надо было, чтобы покупать за ним, ухаживать за другую. Ну, ни одного нету. Нынче сколько было, звонили, я даже не в светящий не стал, а кто будет с ними сидеть? Дитя дома не могут управиться. Теперь только лагеря нету. С кем-то, да я, дед там, я не пью, не пью, там, всё понятно. Лена, берёшь на себя это? Жена старостная. Ну, пусть звонит. Вот тогда приедет по беседе, ему будет видно. Кружки ещё не оставлять. Ну, опрокидывать не надо. Так. Всё, мы можем переставить. В общем, занимаемся. Тут кого-то ещё не хватает, вроде бы. Мы можем вывести, молодой, а ты останешься тут. Так, вот это, зачем поставили, сейчас прошу. Сотовый бьёт. Это пергар. Это, зачем, во-первых, ты поставил? Она стояла у нас здесь. Стояла здесь, а сейчас это? Ну, я угощал тут. Ну, на постный день сейчас не надо убрать. Заметь, никаких рассуждений. Взял, убрал. А почему? Немного, один раз покушать, а остальное ждать гостей. И поэтому у нас ничего нет. А люди думают, тут такое изобилие. Это было, кажется, у Савы. Какие-то странники пришли, а они монахи на стол доставили. Думают, вот это монахи живут. А пошли-то заблудились. И вышли прямо на них. А у них ещё есть ничего. То есть, они не ожидали, что они вернутся. И у них ещё и нет. Поэтому судить нам не дано, да и не нужно это. У нас, я тут присаживаю, покажем. Хлеб. Хлеб пищёт Володе, Юрий. Даже муку особую берёт. Даже там закваска или как, я не знаю. Что-то там такое. Закваска, закваска. Да, мы всё принимаем. Вот сегодня такая погода, можно было бы говорили, что хлеба настряпать. У нас муки много, мы нашей мукой пользуемся. Он занимается уже. Да. Давай. Смысл в том, что я могу у Юрия перенять, пока здесь у Юрия перенять опыт. Да. Смысл в том, что он мне будет полезен. Записывать надо. Записывать. Он сажает туда всё. Ну и, допустим, у неё 2 часа в пище, и ты будешь стоять, ты будешь работать рядом. Да, естественно. Ты заходишь, и ты забежал. Я согласен. Это всё, что вы вписали с одной в другую. Всё, слава Богу. Нам очень нужно закончить то, что делаем мы. Видят, сколько на шкурили? Ну, не вопрос. Не просто так. Теперь дождик только чуть-чуть перестанет. Мы с Володей, просьба, начнём сразу скорее. Я договорюсь, чтобы вывезти. А соломы завезут, обработка такая нужна будет. Мы сразу начнём. И начнём с подводной лодки, как говорится. Может, ты искупаться придётся. Смысл в том, что перед началом работы объясняется, что делается? Всё, сейчас я объясню. Нет, я объясню сейчас. Нарисую план. А ты хороший вопрос задаёшь. Мне это нравится. Я покажу, я нарисую. Дамбу сделали мы, подняли воду. Там было полметра воды. Сейчас 4 метра в озеро. Развелось раза в 3 больше объём. И вот я сейчас нарисую. Почему волна-то бьёт? Вот, бульдозер не может давить туда, когда прокинется. Он только посередине ездит. А волна-то бьёт, которая, она же пирамидой идёт. И подмыло уже вертикально. Поэтому нам нужно сейчас остановить, чтобы волна не размывалась. Что сделать? Возвести барьер для волны. И для этого мы вот эти, сейчас будем делать сваи. Сваи забивать. И между собой жерди их. Ни одной, а двумя. И кроме того, сучки, которые были там. Ими переплетать, как плетень будут. Короче, это гаситель волны будет. Волна будет бить. А так как, где мы его ставим. А здесь уже пространство. Волна-то пробила всё. Тут заново придётся глина. И солому завели. Делать саман. И там бомбить. Забивать. И оно усядет. И больше туда не пойдёт. Ну, беда. Андаторы и бобры. Сильно нам вредят. Ну, я только вот это пройдёт. Я займусь ими. Те и другие у меня на прицеле. Я в прошлом году так наловчился. В один капкан за раз по две андаторы. В смысле, ловушка или капкан, который... Один раз хлопнул, сразу два. Это вообще... А почему? Они строго следят за тем, чтобы уровень воды не падал. А у нас там доска стоит, которая поднимает уровень. Мы доску-то убрали, а они там уже наложили, запечатали. Этими пазочками, грязью. Что теперь я капканы расставляю и убираю. У них сразу тревога. Они не знают, где. Но они знают. Вода утекает. У них сразу сигнал, аларм. И они сюда бросаются, начинают затыкать. А у меня тут везде капканы стоят. А когда они работают, им не дают. А бац, один попался, второй говорит. Да ладно, Ванька пропал. Работай, Мишка. Я понимаю, как они там. Вода утекает. На воду пошёл, там двое попали. Но это не всё ещё. У нас ещё много. Я прихожу, мне четыре сразу надооткрыли. Я их выкидываю, коршун растаскивает. А бобра ловить нельзя. Потихоньку. Это охотник, Хампер. Сейчас я могу немного ошибиться. Кто это пишет? Не Марк Твен, а там ещё какой-то. Джеймс, какой-то, Олдрин, кажется. И он вытаскивает из капкана бобра. Статья 47, пункт такой-то до трёх лет. В сумку. Закон наизусть знает. Дальше попадается, там у них стоит скунс. Вот такой-то он, вредный как будто, а он под охраной. Это статья такая-то до полутора годов. И опять он в сумку. А то уже поймал. Законы считает сам себе, если ещё, так я готов был. Ну, а мы просто так отгоняем там или ещё что-то. Батюшка был в Германии. Ну, и там говорят, ласка. Ну, ласка-то она какая-то, махонькая. Заходят и провода переедают. Ну, в чём они, в изоляции-то. А батюшка говорит, да только разрешите, я их переломлю. Что-то, и тут штраф наложат. Нельзя. Ловить нельзя. А пугай-то поставь, чтобы она крещала, не допускала. Мы приехали туда, у меня племянница, там немец тут работал. И понравились друг другу, женился, крещение принял, православный стал. Какой-то Рихард, Роман, или стал. Не знаю, ребятишки сейчас есть у них. Я вышел, а стола них, участок, сад идёт. Я говорю, соседям-то какой большой участок дали. Дали. Отняли. Я говорю, как отняли. Вначале строятся. И кто-то доказал, что здесь редкая птичка поселилась. Птичка, свородья. И, значит, государство дало им больше, в другом месте, но только это место не трогать, заповедник. Вообще, вообразить нельзя. Представьте себе. Показывают дерево. И провода проводить. А дерево большое. И вот так вот выпилили. И рядом написано. А у нас полгектара снесли леса. Чтобы не мешало дизе. Мы как раз такие и есть. Дерево, и вот в ветвях, куда проводам-то идти, линия идёт. И там вот так выстрелили, отпилили сучки. А у нас, говорят, полгектара бы смахнули. Во-первых, богатое. А второе, мы такие и есть. Вот. Сейчас мы выходим из-за стола. Благодарим Бога. И то, чем займётся пока дождь. Внутри. Мы благодарим Тебя, Христе Божие наше. Я констительность и наземью Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего Царствия. Для последующих кофтей пришелось и спаси мир, дая им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Слава Цвей Сыны и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. За молитву Пречистоте Матери, всех святых Твоих. Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милости, будь негрешен. Создавляй мне, Господи, помилуй меня. Вечеслав Сергеев решил, Господи, прости меня, грешеный, и помилуй. Милости, Господи, спаси, помилуй раб своих милующих, питающих нас, подающих нам милость, что не забавно, чтобы нам молиться о них. Вдов, нищих, сирот, священства, иночиства, всех христиан, и томящихся в узах, тюрьмах, психиатрических темницах, за слово Твое. Избави их от всяких скорбей, гнева и нужды, от всяких болезней, душевной и телесной. И прости им всякое согрешение, невольное и невольное, душам нашим полезное, сотвори Елену, Елену, Господи. Тебе слава за все вовеки. Аминь. Аминь. Спасибо, Господи. Слава Преслава Ноживающей. Так, еще там косточки есть?